Игнать Тихонович, я тут прочитал интересные такие вещи новые, узнал и хотел вопрос задать. Ну, кратко сказать сначала, а потом вопрос задать. Да, да. Каким-то образом у Сергея Крекова, у этого фермера, землю как бы отняли и передали Екатеринбургской епархии. Я даже не знал раньше. И он обратился в суд и 15 лет судился, представьте, и Верховный суд Российской Федерации отсудил ему обратно. И в 2019 году тогда епархия выкупила эти земли. А строился этот монастырь, он там с 2002 года, и как раз Сергию Романову поручили это строить. Ну, так вот, новости уже, в принципе, неделю почти назад, что монастырь взяли этот под охрану, монахини выселили силами ОМОН. Мирские власти там экспертизу какую-то проводят, зданий на предмет санитарно-эпидемиологических норм там соответствия и пожарной безопасности. То есть раньше они что-то не проводили, сейчас всех выселили, экспертизу проводят. Ну, и вопрос, собственно говоря, зачем это все делается, непонятно. То есть понятно, что Сергия они решили закрыть полностью и навсегда, но монахини здесь при чем? Почему вдруг экспертизу надо проводить? И можно ли было как-то иным путем пойти и сделать это, ну, как-то более человеколюбиво, что ли? То, что вы сказали, оно практически подходит к любому делу, вот к любому, к малому и к великому. Я иногда примеряю себя не просто, а делаюсь как бы непосредственно участником. Вот я нахожусь в лесу, и меня Бог сделал медведем или бурундуком. А как бы я себя повел, если разум сохранился? Что если у них делается инстинктивно, то спрашивать не очень. Как бы я повел себя вот там-то, когда я просился к ИГИЛу меня пропустить через границу Министерства иностранных дел? Так и здесь. Господь как делает, что каждый раз где-то напоминает человеку. Я вспоминаю, в 62-м я году в руки получил Евангелие. Я тогда стал исследовать себя. Раньше звоночки были у меня ко мне, от Господа были. Помню, я ехал в отпуск. Мне дали отпуск во время срочной службы. И в одном не купе, а эли-купе там было, наверное, не знаю даже как. И оказалось, старик со старушкой едут. Чистенькие такие, небольшого роста. И оказалось, они немцы. А я когда заговорил с ними на немецком языке, там радости их не было конца, наверное. Представь себе. Это вообще. Вот я могу сказать, попутно откликать. Сегодня только у меня такой же был, один зашел. Ну, давно был. Я подряд всем высылал. И, видимо, лишку посылал. И меня в скайп, меня отняли. Так вот, благодаря Вячеславу я здесь нахожусь. А тот человек, я не могу поверить. Я сколько лет вас смотрю и все думал. Только как бы с вами встретиться, да как поговорить. Настолько мне все нравится. Вот перечисляют. У меня же день рождения сегодня. И Бог такой мне подарок сделал. С вами встреча. А сам Олег, ему 67 лет, кажется, с Украины. Я расстаться не могу с ним. Столько у него радости, вот как малый ребенок. Вот все, что не делать, мне все нравится. Я везде в интернете, нигде нет этого. Я понимаю. Ибо так делает и для меня Господь. Там, когда узнали они, что я по-немецки разговариваю, по изношению, это называется литературный немецкий язык. Ну, видно, человек грамотный или неграмотный, как говорят, язык у него на месте. Еще говорят, подвешен. Ну, и разговариваем. Они достают такое у них, как Гезангбух называется, книга песней. Я там сколько мог подпевал. И вот сейчас вспоминаю, Господь касался меня. Я такого не считал, никогда не видел. И в песенном виде-то ничего, в русском языке у меня никогда не встречалось. Это был звоночек. Были моменты такие, видимо, не один раз, что-то так, мельком только. Когда-то Господь давал что-то проникнуть, мне было неясно. В этой неясности я хотел бы разобраться, и не было никого. Я выбегаю из комнаты, а мама стоит с какой-то женщиной в стенях и разговаривает. Они меня не видят, а мне лет пять было. И та женщина говорит, Марья, тебе хорошо. У тебя растут ребята, а у меня девчата. Сколько им намного больше надо? Я не понял ничего из этого разговора, но я понял, я отношусь к мальчикам. И со мной легче и родителям, чем с девчонками. А у нас только одна девочка была, а пять ребят. А потом пошли подряд четыре девчонки. У нас было пять девчонок, пять парнишек у отца, живых. Ну, я подпрыгнул, как к детям малое, и побежал, порадовался, что со мной легче. А что легче? И так это засело в памяти. Она сказала, рубашка, штаны, ему больше ничего не надо. Еще днем бегают без рубашки. А девчонке там то, другое надо, вплоть до ленточки в косы. Я подумал, еврейская молитва тогда меня коснулась. Благодарю тебя, мой Бог Яхве, что ты сотворил меня мужчина, а не женщина. Евреи должны каждый день благодарить Бога за это. И тоже понятно делается. Вот как. И здесь вот для Сергия были звонки. Вот вы видите, тут иногда заходят, он не все время сейчас бывает. Сергей Егорович Игнатов с Украины. Он юрист. Не по моему слову, но он получил крещение полное. Не у нас, а которые наши близкие люди в другом месте крестят. Вот. И вот он заезжал в этот монастырь. Его даже не допустили до этого из Хиевгумена Сергия. Тогда еще он был пацаном. Сам у него был этот. А только он там, отец Михаил, к нему идите. Там еще как-то было, он где-то сфотографировался. У меня программы, я ему не давал. Но у меня была четкая программа. Я потом послал эту. Конечно, не дошло. До него, говорит, трудно было добиться. А вот эти надписи, которые делали, что он делался недругом. Я уж не говорю врагом. И патриарху, и местному митрополиту Кириллу, который здесь, Екатеринбургскому Кириллу. Я разбирал этот вопрос. Сколько он ошибок наделал. Это даже нельзя сказать. Вот мне в прошлом году было в Ютубе. А в Ютубе так, два предупреждения сделали. Третье предупреждение полностью уничтожает канал. И у меня два подряд. Получилось, когда мои насчитывали, ответы там были. Ну, распределил там и числа, кто кому, какой, что считать. Ответы по сайту. В сайте у меня там ответы. 4124. И там отдельно папка мусульманства. Отдельно старобрящество. И отдельно иудеи, евреи. Я отвечал эти вопросы, которые записаны остались. Люди записывали в университетах. Открыто. Или там по радио. Я потом отвечал подробно. И там ничего нету. Я тем более... Для меня это на первом месте. Чтобы получить благословение, я должен благословлять этот народ. Ну, если Господь сказал, пришел к погибшим овцам Израиля, и ваш Бог дьявол, и вы хотите знать похоти отца вашего, ваш отец дьявол, то это не я сказал. Ну, а там, видимо, где-то не разобрались. И доказывать-то некому. Это техника же вычисляет нас миллионы, где ты насчитаешься. И мне предупреждение. Я им пытаюсь объяснить, а тут кто-то выставляет. Два. И поэтому мне никак нельзя было. Мне надо было сохранить. А у меня 21 800 роликов. Понимаете, какой труд. Я знаю где-то какой-то там за рубежом около 5000 роликов. Своих. Все, и между нами какой разрыв. В четыре раза больше высшей нормы у меня. А почему? Бог сделал так. И вот здесь я немедленно начал вычищать. Которые вопросы уже были. Стояли я за ночь. Вычистил все из интернета. Они остались в сайте. Ну, там зачем мне дальше, когда они знают, как к ним везде относятся. А чтобы русский человек и заступался за них. Они даже не разобрались. А я везде говорю только положительное, чтобы благословляли. Ну, Господь дал. Я, говорит, получал удары от любящих меня, как Ости, кажется, говорит пророк. От раны нанесли мне. Тех, которых я люблю. И вот он мог сделать по-другому. Он должен понимать был этот Араманов. Теперь его уже называем Николай. И вот для него это его детище. Да, много жертвовали люди там. Я не знаю, как он сам был с мастерком или работал. Я строитель, да я все работаю знаю. Все время работал прорабом только до армии. Всего там ничего. Все месяцы. И вот здесь. Ему главное было сохранить. Это монастырь. Это люди, которые ему доверились. У него эта задача не стояла. Он давай прям такое совершенно... Ну, пусть мне Путин вроде отдаст власть на три дня. Я наведу порядок. Но это можно сделать было в три задних дня. Порядок. Если бы здесь было гестапо и Гитлер с Гиммлером. Тогда можно было сделать. Но этого нет. Этот сатанизм кончился. К этому народу нельзя преклонить руку свою. Тронуть его. Он не понимает этого. А он его как за врага считает. Ну и дальше. Это правительство только он хотел. И остальное. Выставить их туда. Ну, кто же будет их высылать-то туда? Я был там в еврейской автономной области. Там Биробиджан. Я спросил, а сколько в сельской местности? А там евреи. Он говорит, ни одного. Они все, говорит, здесь в городе. Остальные уехали на родину. Там другое место. Этот оседлый образ жизни-то теперь отменили. И все такое. Вот он мог сделать, что я предлагал. Сам. Сам с себя снял. А это большая разница. Вот на работе приходит она и говорит, какая я дура. Штукатурила там. А что? Да муж меня выгнал. Как ударил я по лестнице, головой о батарее ударился. Вот. А еще день назад я могла сама уйти от него. А теперь я не могу даже сказать, что я его покинула. А он меня выгнал и ударил. И плюнул, и обозвал, обматерил. Понимаешь как это? Вот это он мог сделать по-другому. Он не может быть священником, потому что на нем два убийства. Два. Одно задавил, а другое. Монтировка его убил. Какая причина, нигде не высчитал. Убил, и они его зарыли там где-то под бетонными плитами, что ли. Ну, в конце концов, стало известно. Он не мог быть рукоположен. Каноны. И он бы сказал, владыка, вот меня рукоположили. Он говорит, что патриарх Алексей Второй за него там ходатайствовал. У него там портрет Сталина висит. Я это видел у него в интернете. Никто, доказательств никаких. Но даже если так, все равно неправильно. Патриарх не может быть высших канонов церковных. Каноны написаны для всех. Если Сергий Радонежский благословил иноков на войну, Сергия сразу же нужно было предавать Анапими. Согласно Сергия Радонежского. Они потворствовать и сотни лет теперь ссылаться на него, что он то-то, то-то сделал. Так и здесь. Он пришел бы к митрополиту. Митрополит Кирилл Екатеринбургский был к нему расположен. И сказал, Владыка, ну как положено, поклонился, благословите. Еще враждовать-то где-то. И сказал, я вот узнал теперь, и я, оказывается, незаконно рукоположен. Владыка, я совсем хочу снять с себя сан. Благословите меня на это. Знаете, как приятно было бы. И дальше бы его нигде не поносили. Я сам сложил с себя сан. И архиерей бы это подтвердил, да еще, может, при секретаре. А дальше он бы сказал, Владыка, ну вот люди тут пришли, и как-то надо, чтобы причислить их к своей епархии-то. Мы отдельно-то не можем епархии, тем более земля у них и такое. Владыке еще более приятно было бы. А дальше сказал, как вы, Владыка, мне посоветуете, в затвор идти или идти на проповедь, закончить курсы? А какие, он бы сказал. Есть такой человек, проповедник, показал бы у меня какой стаж в этой работе, как пишет там этот, вы знаете, доктор богословия, там тысячи людей пришли, бочков. Он бы мог ему сказать, и что? Ну вот люди, которые у вас здесь, они даже еще не монахи. Ну, бывают заключенные были. Им тут понравилось. Ну вот, я могу и взять отсюда? Ты можешь взять. То есть, он бы мог просто взять и отойти, весь монастырь за собой увезти в другое место. Его любят там. Но он бы сделал таким путем, как я говорю. Да можно, наверное. А что бы, Владыка, для этого ничего не потребуется. Они сами работают, вот так. И я советовал ему 200 человек. По два человека сто. И сто пар мы пошлем миссионерскую работу. Ко мне приехать в Потеряевку. Надо не мне туда, где я бесправный буду, а здесь, чтобы они ходили, отдыхали, купались, были вместе. То есть, мы бы сдружились, сплотились. Я бы каждый день вел занятия с ними. Мне есть что сказать. Есть что сказать. Он этим путем не пошел. А я говорю, а следующий год было бы. Приедешь, там еще 400 наберется, 200 создадим групп. Это большое, невиданное дело было бы в современной жизни. Прошел мимо. А что у меня здесь было невероятного? Ничего не было. Хорошее отношение с патриархом. Хорошее отношение с властью мирской. Все по закону. Никаких захватов. Он все потерял. Его подталкивали на это. Такое впечатление складывается. Ну, явно видно, что власть не может терпеть. Вот так он на этой территории не подчиняется. Нет, он Анапеве предал всех патриархам. Ну, тут и началось. Дальше он не по размеру взял. Он отсадился, говорит, что кишка тонка. Это невозможно. Власти-то сколько терпели-то, смотри. Власти-то я удивляюсь просто. Обо мне бряхнули из Москвы. Московское КГБ, МГБ. В Московское. Когда отца Дмитрия Дудко арестовали. Ну, прям маленько прошло только, и меня уже загребли. Хотя за мной ничего не нашли. Нету, ну, пленки. Пленки его проповеди и прочее. Здесь-то, видишь, оно то другое, там где нашли. Все могло быть по-другому. Он не хотел видеть этого. Ну, как так? Чужая земля. Вот мы еще делали деревню. Первым делом мы зарегистрировались в Кариум отделе юстиции. И совет народных депутатов принял решение, когда все везде рушилось, и, может быть, для опыта, дать землю. И теперь власти начали уже думать, как нам электричество провести. Где оконтурить землю? Там обманывают, давят. А мы живем и живем. Вячеслав, видимо, захотел зайти. Вот такое дело. Лагерь я. Я тоже пошел в лагерь. Ну, уже у меня 19 лет лагерь стоял. Я пошел, зарегистрировал его. Но проходит какое-то время, меня с регистрации снимают. Потому что в регистрации, допустим, была ошибка. А какая? Незначительная, но ошибка. Должны были, когда регистрировали, 10 человек с той местности. А у нас там было только три. А семерых мы взяли из Барнольской общины. А это не разрешается. Ну, я заранее предупрежденный. С отделом юстиции у меня прекрасное отношение. И когда суд вынес решение о закрытии, мы обнялись и поцеловались с юстицией. Они такого не видали, судьи-то. Я говорю, вот теперь по закону, ну, а мы без этого. Нас никто не тронет. Да никому вы не нужны. Нас с ножа спрашивается, кого вы зарегистрировали-то. Ну, а дальше уже все у меня развивалось так. И оказалось, что не зарегистрировано лучше. С нас нельзя спрашивать ни пожарное там, ни разное нарушение, протравливать от клещей. Нет ничего. Мы лагерь встан, то есть мы передвижные. А это стационар был у меня. А на стационар распространяются все нормы. Какой туалет, какой что. А если я где-то остановился в степи, в лесу, какие нормы-то? С чего ради-то? Это вот сделали для меня правильно. И я не возмутился. Пошел, в суде был. И как с юстицией мы простились. Мы остались в очень хороших отношениях. Они к нам в общину приходили. Там была у нее такая красавица, женщина. Она мне очень нравилась. Видимо, она турчанка была. Волобуева Марина Маратовна. Она была завкапедрой теологического факультета в Алтайском государственном университете. Ну, до того она расположена к нам была. И, видимо, рассказывала везде. Сама такая видная. Вот есть такой фильм. Королек птичка певщая. Может, видели, нет? Турецкий фильм. Запомни, запиши. Нет, не видел, посмотрел. Один раз посмотришь. Мусульмане как? В самый центр погрузится. Королек. Птичка певщая. Название такое про одну... Ну, она мусульмане, конечно. Но нам это не помешает. Фильм турецкий. Прекрасный. И вот там, как про нее я все это разное беру со стороны момента. Как у ней было затруднение. И она там за сиротой взяла, ходила. Как было? У меня все это было. Почему? У меня такая разнообразная жизнь. Я куда ни посмотрю и везде беру пример. Меня сегодня только костерили за то, что я похвалил сектантов. Я говорю, я доброе беру. Любовь к Библии я оттуда получил. А через меня тысячи людей. И более того. На первое место, Слово Божие. Я у них получил, у писятников. Хотя имя я не был ни одного дня. И когда я выходил, все говорили, вот у нас братик. Братик. Это такое нежное. Православный. И мне всегда меня представляли как православным. Я не то, что позиционировал. Я не крестился открыто. Не крестился. Когда уже с корабля ушел, тогда уже у них жил. И первое, я пести, мне очень понравился тогда было. А мне за это сегодня. Вы хвалите там католиков. Я говорю, я хвалю. За что? Вот за это вот образование, какое у них. Минимум два университета. Чтобы стать королем в Испании, кажется, нужно четыре высших заведения. Одно из них военное. Ясно дело, что мы не такие. И за мусульман меня долбят. Но это тоже польза, чтобы я больше любил христианство. А я ее люблю. И вот теперь, если он сейчас бы там был. Ты сам знаешь, что мы сделать хотели. Я его не оставлял. В моих молитвах он с первого дня, как я про него узнал. И поддерживать его я не могу. Я только молюсь, чтобы живой остался. И сегодня интересно как. Я только с Вячеславом стал говорить. Вот то, что вы послали там в спас. Спаси Христос за это. Они замолкли и сняли с повестки. Это не до этого. Если прав тот, то вот тот и тот. Спаси Христос. Это милость Божия. Я тогда и спрашиваю Вячеслава. Тут у меня сегодня скайп закрыли. Он только установил. Я говорю, а вот то, что Николай послал-то в спас. Теперь все равно меня не пускают. Можно опубликовать. А Вячеслав говорит, нет, подождать надо. Еще не окончено. Он еще только говорит, и вы позвонили. Понимаете? Это вот такое часто бывает. Мне говорят, вот идут, он преподаватель, связали с этим, Соболев Юрий, с Красноярска-то. Он говорит, идем с женой разговариваем, там ребятишки, там играет по детскому вопросу. Прихожу домой, включаю там где. А вы начинаете проповедь, говорит, и прямо с того момента, где отец, и говорите, как будто наши дети. И при том, это все время, говорит, я уже счет потерял. Как это бывает? Не знаю. Я знаю, что это не я делаю. Вот это я точно знаю. А раз я молюсь, ты молишься, Господь и сочленяет это. И вот теперь, если бы они мне сделали то, что просили, результат был бы другой. Иоанн Златоуст говорит, хорошо, что Голиапов победил Давид. А еще лучше было бы, если бы он из него сделал друга. И теперь направил бы против филистимлян. Не просто взять в плен, которые шли, а которые воевали на стороне русских. Немцы были такие, которые, ну там, состояли, может быть, компартии, им верили. И они здесь трудились, там, передавали им, по рации работали, по громкоговорителям. И русские с той стороны там власов с этим говорили. Работать надо. Вот в данном случае я ничего не могу сделать, кроме молитвы. И вот это вот, что там, как они выпиливали. Власти нужно, я теперь, со стороны властей. Почему они так сделали? Теперь, когда он уже сидел, почему, я думаю, в нужных руках документ наш не был. Потому что наш намного лучше, чем то, что они сделали, ломать, резать, резать эти двери, там, подрезать, выводить. Но тут они в две шеренги выстрелились, там не меньше сотни их было. Они автобусы, автобусы, автобусы везли этих. Ну, там, Собра, кто у них? Альфа, все были. И идут люди спокойно, но эти люди некоторые дома продали, некоторые негде жить. Как дальше быть? Ну, конечно, патриархия раскроет руки, обнимет их, кто придет. А есть такие, которые уже никак не могут совместиться. Вот мы, русская православная зарубежная церковь, мы, но мы пошли самым правильным путем. Нас, которые люди тогда были зарубежные, как они на нас нападали. Это вы, патриархию, признаете благодатной, то другое. Я отвечаю на один фильм, а говорится о Давиде, когда война идет, и там Самуил-то отверг Саула. А сыновья-то ему говорят, он не настоящий пророк. Он говорит, я сегодня настоящий, тогда я не настоящий царь. Я сейчас, когда именно это... Так, идем. А тогда он и говорит, если Самуил не настоящий пророк, а он меня помазал, тогда я не настоящий царь. Если патриархия неблагодатная, батюшки у нас нету. Он скончался в семинарию Московской патриархии, там рукоположен. Теперь, когда стали говорить о признании, о актно-хроническом признании, мы сказали, мы всегда признавали нам... Но от соединения мы никогда не допускали. Даже мысли-то, конечно, уничтожат сразу. И когда вот это произошло, тот-то был Дмитрия, фамилия Максима, где-то в Ельце там теперь. Каждый, говорит, когда ипорхиальное собрание нами начинал, нами заканчивал. А этого Бог дал. Где он там был? В Чехословакии служил, в Эстонии, в Израиле. Направили в Потеряевку, это вообще не придумаешь. Алтайская митрополия, она богатая, богатая местность такая. И он с первого дня только приехал и к нам приехал. Его мы еще не знали. И его расположение... Ну, ты видел как, когда на прощенное воскресенье он стоит, благословляет меня, я подхожу к платону, Игнатий Тихонович, обнимает. Крест у меня уже сзади оказывается. Улыбается. А когда приезжает, его надо увидеть. Мы же все снимаем. Да это он перед вами лебезит. Вы еще при тете-то. Я ефрейтор, а он маршал. И что? Понимаете, что глупость огородить это? Это любовь. И вот мы пошли этим путем. И когда они у нас молятся, обязательно произносят восточно-американского там такого-то Илариона, русской православной зарубежной церкви полным чином. За патриархом. Сначала патриарха Кирилла Московского, всея Руси, потом этого, и потом местный, на которой территории находимся, все волод, и поминает его, это местный еще. Вот как дело идет. То есть мы избрали этот путь, и мы только две общины. И никуда не шевельнулись. Никаким путем. Те дали ответ им, у нас в списках их нету. Ну нету, раз договорились, они и вычеркнули. А связь-то не прервалась. И такого в истории не было, чтобы мы ничего не сделали, и нас бы куда-то анапимили как-то. Никак. У нас иногда бывает, вот детей мы в патриарший храм привезли, все дети причастились, когда наш тут еще архиерей был, служил не в Тихии. А статистики нет у вас? Вот русские, приходы русской православной церкви за рубежом, которые должны были перейти по домофору московского патриархата, статистики нет, которые перешли, а которые просто в раскол, положим, ушли, вообще из церкви вышли. В расколы, у нас устаревшие данные, 13 отдельных юрисдикций. 13. Наш отец Аким говорил, не торопитесь с этим. Не торопитесь. Почему? Да потому что они видят, что здесь делается. Когда русская народная линия обо мне запросила, биографию, что она отвечает-то им-то, а Максим Степаненко, он там к миссионерскому отделу, и говорит, за чужих заступаются, а тут свои друг друга поедают. Ну, как будто мы чужие, так он не чужой. Батюшка едет только в отпуск, всегда едет в епархию, и говорит, если меня не будет, и тут срочно что-то нужно было, чтобы тут доглядели за моей паствой-то. А кого вы хотите? А вот секретарь, он отец Сергий. Ну, и мы его знаем очень хорошо, Беляев. Батюшка едет, ему дают справку, что не стоит под запрещением, не под церковным судом, то есть он везде может, видно, патриархийная пищать стоит, все нормально, на бланке он едет, везде может причащаться. То есть мы пошли законным путем, зарегистрировали общину, зарегистрировали деревенскую общину в отдел юстиции. Он пошел совершенно неправильным путем, и никого не слушает, может, кого-то слушает, но то, что делает, куда они подвели его, это даже думать не надо было. А можно было, когда его арестовали, и чтобы оставить там, можно было еще. Если бы он повернул назад, принял бы, говорится, такой щен, и дальше перешли, и никуда бы не избегались. И патриархия готовая там, и корпуса есть, жить-то есть где. Я удивляюсь. Да, но видите, я так понял, что это земля, где он строил. Она с 2002 года, ну, незаконно как бы занималась епархией Екатеринбургской, а потом они выкупили в 2019-м. И он все это строил, строил. Интересно, что митрополита вот этого Кирилла, его перевели на Казанскую теперь. Он теперь Казанской митрополией управляет, там, где Вячеслав. Его неосвященно туда перевели. Вот когда была смута там, вот в Екатеринбурге, кажется, где они там храм хотели строить, и там бунт какой поднялся-то, там стенка на стенку пошли. Ну, и тогда Путину попало все это дело. А он сразу сказал, провести референдум. Ну, они быстро провели там за два дня кого-то, там, 90 с лишним процентов за то, чтобы не строить. Это прогулка. Стройте в любом месте, мы не против. И они спилили буквально в течение полтора дня, прошло или нету, там, столбы бетонные были. Уже бетонные стояли эти ограждения. Все убрали. Все. И сразу машины пошли, увозят, а люди подходят, стоят. Больше делать нам нечего. Митингующих никого нету. Надо понимать, если какой-то говорит там Навальный, прости господи, то там ничего нельзя взять для того, чтобы устройство было. Нет. Там это уже научили его, там платят. Все это сегодня уже опубликовывают, где был. И вот он стонет там за каждый там градус. А я-то был, это знаю, там рта не раскрывают. Тебя никто уже не будет просить на работу. Ты сгниешь там. На УДО условно-досрочное освобождение тебе уже не светит. Вот покажут. Поэтому замри, проглоти. Ну и вот с этим Сергием, который Николай уже теперь, Романов. Да. Получается, что чтобы избежать его участи вот этой и вовремя услышать, то надо к себе людей допускать. Потому что вы стучались к нему неоднократно в дверь, правильно? Да. И может быть все другие стучались, хотели как-то с ним. За многим советом дело состоится, а при отсутствии советчиков оно разрушится, предприятие. То есть получается, что человек высший чин или кто бы ты там ни был, если ты себя ограждаешь от людей, сознательно ставишь преграды вот эти, то возможно тут сатана и будет вмешиваться. То есть уже в какой-то момент он как одержимый себя вел. То есть, ну слишком уже, переходя грани какие-то. И ему даже и никто, я так понял, не мог сказать. У него авторитет был большой там. Понятное дело, что монахини-то навряд ли ему какое-то вразумление дадут. Знаете, у нас тут бывает человек что-то говорит не то. Вячеслав Сергеевич сразу звонит, и как мы переговариваемся где-то, я говорю, то-то, то-то, написать, бумагой сфотографировать. Первый это Фроликов был. Он и замолк, и все. И, значит, теперь разрешили быть у нас здесь. А до этого он просто их закрывал в черный список. Второй там этот Руси, Гусейнов. Третий там такой-то, там Козина какая-то. Ну и там уже набралось сколько. Иван вот этот, Крылов. А я их всех оставляю до времени, где они проявятся. То есть я оставляю небольшое окошечко. Подожаю с ними беседовать. Материалы им скидываю, они мягче-мягче. Тут котельников такой был, тоже запретили. Но которые ушли, они не просят от тех искать, мы не ищем. Они знают то, что я их всех держу. Но дальше-то я сразу то, что переписку всю Вячеславу скидываю. И он проходит какое-то время, говорит, так может быть допустить их. Мы советуемся допустить вот по такими условиями. Он строго это выполняет. Так а строго, почему сами не выполняете? Я делаю, когда уже в Австрию входили советские войска, стали по-другому. Не захватывать, а окружить. И давать им выход, чтобы войска вышли. В городе намного труднее. Выходят, и пускай они идут. Вот возьмите Кёнигсберг, как долго не брали. Но когда уже дальше все, уже Берлин, ясно дело, не сдаются. Теперь вдребезги разносят. Тысячи тонн взрывчатки сверху. И все-таки самая прочная крепость во Второй мировой войне была. Это попутно говорю. И здесь тоже можно было все. И тем более он там сейчас находится. И он теперь узнает, что монастыря нету никакого. Ему ночевать негде. Что он натворил? Что он наделал? А у вас есть здесь? Я себе лично дом никогда не строил. Я полностью отрешенный. И вдруг раз, человек продает домик. Я там и беру. Я ему материал давал. Из моего материала он себе состроил. А когда уезжал, ну ясно дело, я заплатил за труды его, там где скворечник, через дорогу, где я нахожусь. Там еще один, где огород был, там Саманна называется. Саманна там. Его обложили потом кирпичом. Там она приехала, а он против поднялся, милиционер, подполковник был. И война началась настоящая-то. Я подал в суд на него. Его как засыпили. И у него инфаркт был. Инсульт ли? И что интересно. А у него друг, его Октябрьского района, прокурор района-то. А у меня друг прокурор Алтайского края, генерал-лейтенант. Те что делают? Я сразу к своему иду. И то сразу раз, прокурора долой. Следующий, там следователь начала там мороку наводить. Я возник сказал. А тут ехал в Потеряевку, и они меня не уведомили, что закрыли дело. Закрыли. Они обязаны были меня уведомить. Если в течение 10 дней я никаких не делаю движений, они могут утвердить это. А я и не знал. И вот в 40-й день, а Бог-то знал, в 40-й день черная заноза ему в мозге, и он умер, подполковник. И она, жена-то, приехала. Домик-то там, ну, сама она, ничего еще не было-то где-то. Она прям, она его бросает, хоть кто-то. Я ей заплатил за уголь, который там, за все. Ну, за уголь, правда, нет. Это что было там? Мусор там был такой. Вот какое дело. Поэтому надо, чтобы были друзья, если возможно. Если возможно, с вашей стороны. Апостол так говорит, будьте в мире со всеми, если возможно. А он, видишь, как в Германии, там, Америке войну объявил. Всем государством войну, и что, ну, подавился, и все. Так, чтобы захватить за короткий срок такие пространства, это никому не удавалось. Даже Наполеона этого не было, чтобы Африку захватить, и там у него Ромель трудился. И все лопнуло, ничего нету. А что нужно было сделать? Остановиться. Остановиться дома. Когда свою страну любил, объединилась, Австрия пришла, австрийские места подошли к нему. И на этом все. Ему ни Франции было не нужно ничего. Тем более, они разделили ее. Одну сейчас вообще не стали завоевывать. Я просто немного повыше беру по политике. Это дело политическое. Он не прав на сто процентов. И делать никак нельзя. Мне говорили, он будто бы сказал, пускай он ко мне приезжает. Еще же я поеду туда. Зачем, когда другая обстановка. Когда, если бы по приглашению, я бы приехал с людьми, начал заниматься, я бы поехал. А просто приехать, чтобы в очереди стоять и благослови меня, когда я уже не признаю его рукоположение незаконно. Мне зачем ехать-то? А он допустил бы, конечно, нет. Они там не допускали даже вокруг никого, никуда. Ну, видишь, когда Ксения Собчак была, что с ней было. И с другими-то. А у нас кто приезжали, а у вас было так, чтобы было? Один приехал, начал детей соблазнять. Ну и пришлось доказать его. Скрутили, отпорвал я его бичом и тут же отвезли в милицию. Так он наутро приехал с нашим близким человеком, просил, просил. А он на мотоцикле был в леслюрике, мы спрятали в крапиву. Ну, мы простили, конечно, его и отдали все ему. А он напал на нас фактически. А тут прибежали наши люди. Ну и вот такая развязка. А его Господь не прошел мимо. Сын вернулся в отпуск, в армию. И за время отпуска повесился. Видишь как, это не просто так касаемо. У меня тут один приехал человек. Ну, я сказал, что у тебя вот это незаконно. О, я знаю, сколько жить буду. Сколько? Ну, сколько. У меня бабушка там 105 лет жила. Там это все. Только уехал. Рак и умер. Несколько лет прошло, только и все. Это не просто так. Я тебе слова Господни говорю. Я показываю. А ты не меня опровергаешь. А меня еще опровергают. Я ничего и не сказал. Ты сам видишь, как я цитирую, отсылаю. Садись в ногу пророка Еремии. Вот такое браке было. Мне не очень понятно. Зачем монахинь-то выселили? Ну, монахинь-то при чем? Ну, здание строили. Все нормально. Работало с 2002 года. Он строил его. Потом построил. Столько стоял монастырь. Сейчас всех монахинь. Давайте, долой отсюда. Пошли. Так они не признают патриархию. Не признают местного владителя. Вот в чем дело-то. Они по-другому не могли поступить. А как оставлять тех, которые враждебные на нашей территории? А если бы они все заранее написали, все написали, что и нужно было сделать. Это мои советы были. Написали настолько-то монахов, монахинь. Они с радостью принимали их. С радостью. А как? Я не понимаю, в какой момент они перестали признавать, если Сергий официальной епархии был поставлен строить монастырь, и они официально в рамках епархии существовали. Они в какой-то момент, что за один год все переметнулись, и перестали признавать митрополита Кирилла, что ли? Или как? Иоанн Златоуст поехал в командировку за Босфор проверить. Много он там сделал дела. Возвращается, ну уезжая, надо было ставить заместителя, Север, митрополит. Возвращается, он заперся, не пускает. Теперь я буду патриарх. Иоанн Златоуст, но мог он увидеть, какой друг, какую змею пригрел на грудиках, мне говорят о Потеряевских. Не узнаешь. Это не дано людям знать. Апостол уже, вот Христос уйдет, а кто, не я ли? То есть каждый видел себя в этой роли. Я каждый раз читаю, когда этот момент, я думаю, то ли они придуряются, ну то есть по слабости. То есть, ну, то ли они на самом деле настолько не уверены, что это не я ли. Что действительно, не знаю, у меня каждый раз смущение на этом месте, когда они не я ли, не я ли. Нисколько, нисколько. Это, понимаешь, какое дело. Во-первых, он говорил о распятии. И все меня оставят. И один предаст. А один, он ничем, и вот это не выделялся. Он брал тайну. Это афера такая была у него с деньгами. Но он с ящиком ходил. Тоже выделялся каким-то образом. Конечно, как бы в глазах людей реабилитировали. Мать пей, не я ли? А потом он мог сказать, видишь, на меня Господь не показал. И каждый стал спрашивать. И каждому он вот так, видимо, сказал. Может быть, что нет, нет, нет. А Иуда, что делаешь, делай скорее. Вот почему. Это была реабилитация. Прикрывались огромным авторитетом Иисуса Христа. Сам обо мне сказал, что не я. Пока он не был обнаружен-то. Да, понятно. Ну да, так пояснее стало. Ну то есть, получается, смотрите. Он столько лет был официально на это поставлен. Строил монастырь, построил. Все там жили, молились. Были они под епархией. Все, ничего, никаких вопросов. Потом в какой-то момент раз, что-то ему, какая-то мысль, кто-то ему подал или что-то настроил его. И тут же все эти монахини, прям без исключения, они сразу начали отрицать Русскую Православную Церковь? Или как? Ну то есть... А они Русскую Православную, нет. Только водительство патриарха. Потому что за ним столько, говорит, числится, где он, я уж не буду говорить, и за местным. Вот что. А у него там была игуменья Варвара. Ей они предложили патриархийное. Ты от них уйди. И тебя примут. Вот она только отошла, и сразу дали должность патриархии. Они все перешли бы вот так. Ну то есть, получается, что Церковь, любящая мать, она просто констатировала факт, что они больше вне Церкви, потому что они отрицают. Правильно? А теперь их уручевать-то как их уручевать? Теперь давайте дальше посмотрим. Вот они, эти там монахини. Сколько их там человек, я не знаю. Время идет. Его запрещают. Он продолжает священно действовать. Возьми вот Головин-то, отец Владимир, он же дальше этого не делает. И вот этот гиперпоп там Федосов запретили, запретили. Анастасия запретили, он ничего не делает. А этот продолжает делать. То есть, плевал я на тебя. Иначе не скажешь. Не могли ничего сделать. Я думаю, между этими было согласование. Власть. Что делать? Патриархийные говорят, мы все сделали. Вот одна ушла в Нинокине, там еще несколько человек. Мы их приняли. Мы не можем еще больше сделать. У нас нет власти. Ну, а мы думаем так. Вот сделать так-то. Двери они не открывают. Они даже не стущают. Двери сразу выпиливали. И все. Ну, и надо так, чтобы патриархия могла сказать, только вы их в машины-то не сажаете. Там какие люди откуда-то против говорят, это ваше дело. Но остальных-то не надо там терзать. Вы как-то сделайте, чтобы они никуда не разбежались, а прямо до выхода. А потом уже запоры. И они не пойдут. Уже все другое. К нам это перечислиться. Они не придут. А которые придут, нам ничего не надо. Они уже пришли. Они уже покаялись. На исповеди скажут. Я думаю, патриархия здесь тоже потрудилась, чтобы не было такого насилия, как обычно на площадях. Чтобы Майдана не было. И они, видишь, как... Я соглашусь, пожалуй, да, что наверняка. Потому что достаточно все спокойно прошло. Ну, а сейчас тех, которых выселили, монахинь-то, сейчас теперь какова их судьба? Им просто прийти покаяться? Конечно, больше ничего не надо. Их примут, я так понимаю. Если они в этом были. А могут там ничего даже не сказать. Они пришли и молятся. А я была у него. Там на исповеди скажут, и все. Его нету. Это все его общество. Никуда. Им просто следующий день, как только патриархия там осветит, откроет, и сразу приходите молиться. Отмолитесь со всеми прихожанами. Никто их и знать не будет. А может в какой-то любой монастырь они придут. И можно даже сказать, мы там были, мы раскаиваемся в этом. Неправильно пошел наш руководитель. И все. Патриархия ведет себя здесь очень так выдержанно, скажем. Я думаю, сказала властям, мы не можем. Ну не можете. Ну все, тогда мы начинаем работать. Мы это сделаем. Но только не давите их. Там же старые люди больные. Хорошо. Даже прикасаться не будем. Они шеренги две сделали. Это я гляжу, и все военное, 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 до самого входа. Они идут там, кто свящу, кто икону, толпой идут, но этих-то они не дергают, и они их не дергают. И они, это очень даже редкий такой случай, чтобы выселить, и ушли. Они недовольные, конечно, пройдет время, душа-то просится, и они придут в патриархию. Вот мое мнение такое, что новый, который, и этот поступил правильно. Я думаю, такое вот было совещание. Иначе при входе у них стояло там какое-то такое небольшое строение, они прислали и разрушили этим экскаватором-то. А теперь другие ходили. Ну там небольшое такое. Может, сторожка была. И вот они дали знать. Ждет это. Храмы, конечно, никто разрушать не будет. Надо вы их... А теперь они их присчислили. Закон... Уже все, юрисдикция. Они приняли теперь. На подотчетность поставили. Теперь уже претендовать он не может. Это уже нарушение уголовных срок. Только заодно это. И никто и не пойдет туда. Да нет, это я так понял с самого начала принадлежало епархии этой, Екатеринбургской. С самого начала. Они выкупили это вот в 2019 году, насколько я нашел. Выкупили уже официально. До этого там этот крестьянин он отсудил. Но сейчас там митрополит Евгений теперь правит на этой территории. Екатеринбургский, Верхотурский. Вот интересно, как враг делает. То есть, монах что такое? Ну, служить Богу люди идут, правильно? То есть, молиться, все там, работать, трудиться. и вроде бы территория, то есть, монастырь для этого строится. И ты молишься, в церкви находишься. И тут раз, враг тебе подножку ставит, и тебя лишают крова, лишают тебя общения, то есть, полностью. Ну, ясное дело, что это не от Бога это такое. Ну, вообще, невероятно просто. И главное, один человек такую смуту может навести. Взял, строил, и они теперь все пошли под это дело. И непонятно, может быть, некоторые вообще уйдут в раскол, или там много же таких было. Да, может быть и такое. Я знаю, которые законно рукоположены. Это Тихон, фамилия Пасечник, в Омске, в Омске, который еще раньше до вот этого акта анонического общения. Агафангел, Пашковский, в Одессе. Он в зарубежной церкви, там его рукополагали. Все. Но он не согласился, что идти в патриархию. Нет, у него отдельная. Как Валентин Русанцев. Теперь на место он умер, Валентин Русанцев. Ну, а теперь на его место там Федор его был, который. Они просто отошли. Разница между зарубежной церкви и московским патриархатом в том, что те, они митрополиты Сергия не приняли, да? Да, никак. И они как бы отделились в тот момент именно, да? Да, зарубежная. Но никак, это предательская была декларация, смертельно опасная. Они сразу должны были объявить, и так и получилось, всех узников, всех исповедников, всех мучеников врагами советской власти. А вот эта вот белая эмиграция, это примерно, ну, до этого было, я так понимаю, по времени. Но они как бы вынуждены были уехать сразу из России, или как? А до 7 миллионов ушло, говорят, до 7. Я был в Америке, ездил много. И вот такое дело. А сейчас, говорит, осталось меньше 1300, говорит. И поэтому, если бы они не пошли на это вот такое признание, а от них люди приезжают в Россию, а причащаться нельзя. Видишь, тоже не могли они пойти избрать вот эту золотую середину, как мы. Так бы было. Все как есть. Только признать и все. До этого не надо было ни совещания, никого. Кто признает, то пускай. Кто не признает, то пускай отдельно церковь строят. Пусть так будут. Вот как-то немирность такая. Да, дух мирный. Надо, конечно, молиться об этом. Конечно. Но Давид говорит, я мирен, но только заговорю, тире, а не к войне. Да. Да это как любого там читаешь, там Златоуста тоже. Он иногда такое скажет, что думаешь, как он тут по грани сейчас пошел. Как его только помидорами не закидали там на площади. Но он так подводит аккуратно. И Павел тоже апостол. Они так убеют. Он сначала вроде похвалит, а потом как даст там, что гости собирает. Хочу статистику выставить. Вот у нас есть послание 14 апостола Павла. Три евангелиста Иоанна, два Петра, Иуды и Иакова. Вот пять, шесть, семь. Семь, но послания-то маленькие. Я сейчас хочу по буквам сколько вот этих семь и остальное послание. Только беру послание. Не деяния ничего, послание. И на сколько и во сколько такой единицы нет. Я это все сделаю. Потому что по отдельности на всех у меня статистика. Вы знаете, я давал. Я потерял время, сколько на калькуляторе. У меня три человека помогали со мной. До одной запятушки сколько где знаков. Так что ни одна йота не пропадет. Да. А сколько вот меня тут знакомая спрашивала, разговор был, сколько Библию прочитать времени полностью? Поскольку будешь считать? По одному часу, если будешь читать, ровно на три месяца. По одному часу. Ну, а дальше уже решаешь. Если по два, значит, сорок пять. Это я говорю, я знаю. Потому что насчитывал несколько раз Библию. Не считал, а насчитывал. Так медленно. Я есть истинная виноградная лоза, а вы ветви, а отец мой виноградарь. В таком темпе, чтобы не торопясь. Да, от злоуста вы быстро начитали. Мне тут недавно протеерей на ум жаловался. Говорит, невозможно дать кому-то, кто не знает. Человек не успевает одну мысль схватить, а Игнатий уже пошел в другую, читает быстро. Если знаешь хоть что-то, тогда хорошо слушать, а когда не знаешь, вообще нереально. Я не знаю, я выражения не могу, интонации не могу дать. Я не считал, а начитывал. Но это же речь, она же льется, речь быстрая. Это же не... Он же и не говорил так златоуста, он не делал паузы медленные такие. Ну, делал, но я имею ввиду, что он не останавливался, наверное, постоянно-то. трудно сказать, потому что язык греческий, и как в то время разговаривали, ну, я так прикинул, допустим, я говорю проповедь, он говорит проповедь, и вот сколько у него проповедь, знаков греческие, которые проповеди есть, но статистика далеко дается, сколько знаков. Теперь, как он говорил, быстро или не быстро, то есть меньше полчаса почти проповедей у него не было, они не полные остались. Вот в среднем было у него 30-35, иногда 70 ссылок на Библию в одной проповеди. Это все понятно, но как он мог знать, когда не было ни глав, ни стихов, вот что меня трогает, ни поисковиков не было, ни симфонии. Ну, это буквально я поражаюсь, он прям раз-раз места приводит. Я сейчас сам стал начитывать и выписываю себе отдельно места Библии, отдельно, но беру не то, что дает там, ну, кто составлял книгу, а беру еще перед этим, например, и после, потому что бывает, если одну мысль выхватишь, а непонятно, что было до этого, ну, если человек не знает, Ветхий Завет положим, Давида я сегодня читал там, его ход идет, этот поносит, а он говорит, пусть поносит, если меня сын мою душу ищет, то и этот пусть поносит, мне Господь воздаст. И златоуст в проповеди, там приводится может быть Господь воздаст за это поношение, а непонятно, что до этого было, после этого непонятно, и беру чуть-чуть вокруг и как-то яснее становится. Да. Вот такой наш разговор, тогда в 80-е годы я насчитал примерно 50 томов книг, со временем никто этим не занимался, а теперь они у меня почти все стоят на моем сайте, на этом канале. Да. Ну, будем молиться за Сергия Николая, Сергия Николая, и за этих монахинь, которые, чтобы они все-таки остались в церкви, Господи, приложи их, верни. Были такие люди, которые не признавали вот эту сергиевскую декларацию, это назывались ИПХ, истинно православные христиане, иногда назывались ИПЦ, истинно православная церковь, катакомбная. Ну, и однажды мне такая душа встретилась. Мы с ней побеседовали, и она приняла истину. А у них главная ставка-то была в Тамбове. И власть нанесла там сильный, до этого еще был удар, и Николай Фомин, кажется, у них был руководитель, они его взяли, и он уже не вышел. И вот теперь узнали, тетя Тоня пошла туда, и к ней посылает трех человек, а они как при Юе, когда смотрели, говорят, дошли, не возвращаются, идет стремительно, это Юй, так и здесь, они дошли и тоже обратились. Ну, и так, 32 человека, все пришли. Конечно, они уже были поставлены монахи, инокини, я их всех отправил к епископу, он был уже архиепископ новосибирский Гедеон Докукин, их утвердили в этом звании, а одна из них со мной жила в соседнем подъезде Шишкина Раиса Владимировна, была поставлена игуменей, но она стала Ксенией, потом, кажется, еще какой-то схитом игуменей. Вот так, почему мы так приучали. И все люди, которые пришли, я вот сколько, 58 лет проповедую, где бы кто ни обращался, мы людей обращаем, всех к Московскую Патриархию, но не отказываем, кто к нам попросится. Вот так, чтобы работать и отправлять туда, такого никогда никто не делал. Я пошел этим путем. Да, это мудро. Ну, Господь знает намерение. мир у мир. Вот это в буквальном смысле должно быть для всех. Вот салам алейкум, Таня, ассалам алейкум. Это мир дома вашему. Вот есть такой небольшой фильм, мне скинули его, а он еще в советское время был. Называется Хева, не Ева, Хева и Адам. Посмотрите, посмотришь. А вчера Вячеслав мне скинул Мамонтов, там, кажется, его Аркадин звать, вот, и, ну, он проговорит, что сейчас вот делает, там. Я до конца не дослушал, сегодня захожу, изъятый, веду нарушения, там, правил, которые там-то существуют у них. Я сказал, найти его надо, дослушать. очень сильный материал, сильный просто. Так, еще маленечко, чуть-чуть. Мы поехали, Игнать, тихо. А вы уже, так, ну, вывели. Я сейчас подойду к вам, подождите меня. Так, ну, все, Николай, вопрос окончен. Все, спасибо Христос. Благословенного дня вам. Так, насчет генерала, что там? Сейчас буду звонить, прям, сейчас не звонить, писать буду ему, потому что ему звонить. отошел. Все, спаси Христос. Субтитры создавал DimaTorzok,